Ну, главный сюжет все еще остается, это продвижение специальной военной операции вооруженных сил Украины по освобождению территории Российской Федерации от фашистского режима Владимира Путина и его криминальной банды, я бы это так назвал. Знаете, с каждым новым днем проведения этой операции, с каждым километром продвижения вооруженных сил Украины на восток, руководство РФ начинает нервничать все сильнее и сильнее, это уже прям заметно. Потому что сначала они, конечно, просто отмахивались от вот этой курской операции ВСУ, говорили, что это полная ерунда, что ничего важного и интересного не происходит, что украинские отряды уничтожены, но сейчас там начинается что-то очень сильно похожее на панику, на серьезную панику, причем уже на всех этажах и на всех ветвях власти, там и среди военкоров, и среди местных властей, и среди губернаторов, и в парламенте российском. И, конечно, на самом верху президент в аппарате Путина и среди его ближайших сторонников. Что сейчас местные власти там делают? Отселяют людей, отселяют из районов, которые уже даже не граничат с Украиной, закрывают там предприятия, транспорт перестает ходить и ездить. Направляют войска туда, уже собранные по всей России, причем срочно собранные, в спешке собранные. И даже срочников туда отправляют, хотя ранее Владимир Путин сам лично обещал, клялся буквально по телевизору, публично заявлял о том, что никогда ни за что не отправят на эту войну солдат-срочников, набранных по призыву. Сейчас эти солдаты туда массово направляются. Еще один важный момент, это, конечно, полный крах доверия Владимира Путина к его высшим чинам, военным чинам причем. Ни генштабу российскому, ни министерству обороны Владимир Путин больше уже не доверяет, о чем он сначала, кстати, намекнул во время совещания с этими самыми силовиками. Он сказал, что мы обязательно сделаем выводы по поводу всей этой курской ситуации после ее завершения. Ну а потом показал, уже наглядно показал, что военные вышли из его милости, когда объявил в Курской области, а также в Брянской и в Белгородской областях соседних режим так называемой контртеррористической операции. Что это такое? Это когда управление войсками отдается Федеральной службе безопасности, передается как бы от армии, от военных в руки ФСБ. Почему ФСБ? Да потому что Владимир Путин сам выходит за эту структуру, это ФСБшники, это единственные в общем силовики, которым он доверяет полностью или почти полностью. Всем остальным он доверяет условно. И вот после целого ряда провала российских военных он, конечно, уже решил, что надо поручить руководство этой операции именно ФСБшникам, что типа военные не справляются и не оправдывают его доверие. При этом командовать этой самой контртеррористической операцией Путин назначил Алексея Дюмина. Это, чтобы вы понимали, человек, который сейчас работает губернатором Тульской области, а до этого он был заместителем министра обороны, командовал в частности захватом Крыма. Плюс до этого он был еще охранником, личным охранником, адъютантом Владимира Путина и вроде бы даже, согласно одному из апокрифов, спас Путина от медведя, когда Путин там где-то с Шойгу в тайге тусил. Спасение от медведя, как мы понимаем, случилось на беду всему человечеству, хотя Дюмин вроде бы даже не стал убивать медведя, он его отпугнул. Ну, согласно этому апокрифу, не знаю. Ну, в общем, после вот этой истории с Медведевым, с Медведем Путин вроде как Дюмина полюбил и сказал, что будешь ты хлопец не просто моим, так сказать, адъютантом, но еще за министром обороны, да еще, может быть, и моим преемником. На самом деле считалось действительно, когда Дюмин был замминистром обороны, считалось, что он может стать преемником Владимира Путина, и даже многие об этом говорили всерьез, что типа сейчас он побудет замминистра, потом станет министром, и с министра он уже пойдет в преемнике. Однако потом началось что-то непонятное с этим Дюмином, дело в том, что он очень сильно сдружился с Пригожиным и Суровикиным, тем самым генералом Армагеддоном. И знаете, едва ли, когда начался в прошлом году, год назад, мятеж Пригожинский, вот этот вот Дюмин значился, числился одним из начальников этого самого мятежа. Ну, по крайней мере, его многие называли там симпатизантом, потому что он очень в хороших отношениях с Пригожиным и Суровикиным, поэтому, наверное, он тоже имеет какое-то отношение к этому мятежу. После этого, после этой истории Дюмина как бы задвинули, больше никто о нем ничего не слышал, он продолжал оставаться во главе Тульской области, но, я так понимаю, никакой публичности у него больше уже не было. Однако его простили, просто из-за того, что он, как я понимаю, не стал публично поддерживать Пригожина, когда тот шел в сторону Москвы, то есть, ну, не открыл, условно говоря, Тульскую область для прохождения Пригожинских войск. Однако министром обороны, о чем раньше много говорили делать, Дюмина не стали. И, естественно, преемником тоже не стали. Ну, и вот сейчас этот уроженец города Курска, он действительно родился в Курске, он пригодился Путину. Опять в борьбе с украинцами, как во время захвата Крыма, он должен доказать Путину свою верность и свою эффективность. От него сейчас ждут абсолютного героизма. Все российские Z-каналы пишут, что вот, Дюмин-то настоящий мужик, настоящий герой, сейчас он там, типа, всем покажет, что делать, как надо. И справятся со всеми возникающими на пути российской армии проблемами в Курской области. Я, честно сказать, не уверен, что это так, потому что, насколько мне известно, охранники редко, когда являются такими, знаете, гигантами мысли и даже военной мысли. То есть полководцами они не всегда бывают, у них как бы другие навыки, они там драться умеют, прыгать, бегать и всякое такое, стрелять, но не то, чтобы руководить войсками. Ну посмотрим, может быть у него получится, кто его знает, хотя, если честно, еще раз скажу, что я в этом сомневаюсь. Тем не менее, вот Путин ему, этому Дюмину, почему-то поверил, хотя всем остальным военным Путин больше не доверяет. Ну и, как я сказал чуть ранее, Путин обещал сделать выводы после завершения этой самой ситуации, как он называет, украинское вторжение в Курскую область. Однако сейчас, я так понимаю, Путин не устраивает военно-массовые чистки, просто боится того, что его скинут или военные начнут какой-то мятеж. Как именно Путин делает выводы со своей, так сказать, ФСБшной косточкой, мы знаем и особенно хорошо об этом мог бы рассказать, например, тот же Пригожин, какие выводы делает Путин в отношении тех людей, которые не оправдали его ожиданий. Вероятнее всего, какие-то генералы будут убиты, какие-то отправлены в тюрьмы, но прямо сейчас Путин этого делать не хочет, как я сказал, для того, чтобы не провоцировать военного переворота со стороны генералов, их сослуживцев. Дело в том, что сейчас уже и без всей этой ситуации, в последние дни в Министерство обороны России идут серьезные чистки, там массово увольняют и сажают генералов, поэтому добавлять туда, перегибать эту палку, наверное, Путин пока в данный момент не хочет. Но на будущее себе запись сделал и обязательно разберется с этими генералами, в частности с Валерием Герасимовым, как до этого разобрался, собственно, с герасимовским врагом Пригожиным. Ну и сами военные, на самом деле, российские, скажем так, недоумевают, почему воюют, погибают они, а руководство отдали сначала ФСБшникам над ними в Курской области, а теперь вот Дюмину, который вообще непонятно кто, он то он военный, то он в ФСО, то есть в Федеральной службе охраны, то в ФСБ, то вообще непонятно где. Ну и военные, на самом деле, всегда они с большим подозрением относятся к особистам, к спецслужбистам и боятся, что те их подставят и обвинят во всех проколах и прегрешениях. Обычное для почти любой страны, любой системы противостояние армии и спецслужб в условиях иностранного вторжения, которое обостряет все процессы, оно, конечно, может стать довольно взрывоопасным в современной России. И я думаю, что назначая Дюмина на пост командующего вот этой группировкой Север, точнее она как-то там называется, группа сил Север, ну эта группа должна будет в том числе попытаться, по крайней мере, изгнать украинскую армию из Курской области. Так вот, назначая Дюмина на этот пост, я думаю, Путин здорово рискует. Объясню почему, потому что Дюмин на самом деле реально дружил с Пригожиным. И когда Пригожина убили, Дюмин не скрывал своей горечи на этот счет. Он говорил, что Пригожин не был предателем, что Пригожин был хорошим человеком, Пригожин то, Пригожин это. В общем, Пригожин в его мире это был замечательный классный деятель какой-то. И вот сейчас этому Дюмину, другу Пригожину, дают в его, так сказать, руки, в его распоряжение целую кучу войск, целую кучу всяких разных подразделений с авиацией, с танками, с артиллерией, со всеми пирогами. И как бы предполагается, что он будет, используя все эти войска, отбивать свою родную Курскую область от украинского вторжения. Однако, я думаю, что может случиться примерно та же история, что и с Пригожиным. Что в какой-то момент этот Дюмин поймет, что в Москве сидят идиоты, которые ничего не понимают и не знают, и пытаются им управлять, им манипулировать. И он не дает ему при этом никаких ресурсов, и поэтому он возьмет и запросто развернет свои войска на Москву. На самом деле, от Курска в Москву идти гораздо ближе, чем от Ростова-на-Дону, и, соответственно, путешествие Пригожина, на которое Пригожина ушли сутки, Дюбин мог бы сделать буквально за несколько часов, там часов пять, наверное, езды. И, соответственно, уже к концу, если с утра начнет, уже к вечеру он будет сидеть в Кремле и управлять Российской Федерацией. То есть, если у него возникнут какие-то серьезные разногласия с Кремлем, с Министерством обороны России, не знаю, с кем-то еще в Москве, то такого варианта, на мой взгляд, исключать полностью нельзя. Сейчас, знаете, такое время, что конфликты в российской элите возникают буквально на пустом месте. Там все ругаются со всеми, ресурсов мало, война продолжается, война идет неудачно, всех хотят обвинить в этих неудачах. Более того, началось уже иностранное вторжение на территорию России, с которым никто ничего поделать не может, Путин явно неадекватен, оценивать ситуацию как-то очень странно. Ну, на мой взгляд, российские даже вот эти Z-блогеры и все прочие говорят, что что-то не то происходит с Путиным, как-то он как будто не вырубается в то, что происходит на самом деле. Ресурсов реально мало, борьба за них идет очень жестко, поэтому, знаете, конфликтов, я думаю, у Дюмина с какими-то людьми в Москве будет довольно много. Ну и, как я сказал, от Курска до Москвы совсем недалеко, никаких других войск между Курском и Москвой нет, поэтому тот человек, который решит от Курска добраться до Москвы вместе в компании, скажем так, со своими войсками, со своей армией, сделать это может вообще без проблем и довольно быстро. Ну и еще один момент, сейчас, конечно, бунт Дюмина выглядит абсолютно нереально, то есть к нему как будто нет никаких предпосылок, но я хочу сказать тут вот что, напомнить. О том, что Пригожин начнет мятеж и пойдет на Москву, я говорил еще где-то в апреле, в каком апреле, в феврале 23-го года, когда там впервые начались разногласия между Пригожиным и Шойгу с Герасимовым. Тогда надо мной, кстати, многие смеялись, говорили, что я выдаю желаемо за действительно, что никогда в жизни такого не будет, что Пригожин не сможет никогда бросить вызов Путину и не сможет, тем более там попытаться как-то наехать на Министерство обороны России, что такого просто не будет, потому что такого быть не может никогда. Но Пригожин в июне прошлого года взял, собрался и пошел на Москву. То есть эта ситуация не фантастическая. Такое, блин, уже реально было. При этом Дюмин реально друг Пригожина, он помнил, к Пригожину хорошее отношение. Я думаю, он прекрасно понимает, как и все мы, что Пригожин не играл в пинг-понг гранатами на борту самолета, что его сбил сам Шойгу по приказу Путина. В общем, тут, мне кажется, складываются дела, складывается этот мозаик в очень интересную конфигурацию. Поэтому я допускаю, что если дела на фронте для Дюмина пойдут, неважно, ему надо будет как-то, и его попытаются, естественно, обвинить в том, что он никудышный военачальник, вообще ничего не может, не умеет, то он может двинуть свои войска на Москву в какой-то момент. При этом, знаете, сейчас от него требует, на самом деле, героизма. Его назвали героем, его назвали человеком, который сейчас спасет Курскую область, то есть на него устроены взгляды всей России, все считают, что вот это пришел величайший генерал. Как раньше до этого, кстати, думали про Суровикина, Суровикин, там еще про кого-то так думали. То есть сейчас Дюмин вот этот, тот генерал, который всех спасет в российском общественном сознании. И, знаете, практически всегда, когда такие надежды строятся, возлагаются на кого-то, эти надежды не оправдываются. Поэтому что-то там внутри в российской элите совершенно точно сейчас надзревает. Я пока до конца не могу понять, что, не могу уловить, что там готовится. Но какое-то движение такое там идет. И я говорю, что вот это возможное гипотетическое потенциальное выступление Дюмина, это лишь один из вариантов, но, как мне кажется, он вполне себе реальный. Ну и смотрите, может быть из-за назначения Дюмина, может быть из-за того, что он хочет, так сказать, создать себе максимально благоприятные условия в медийном поле. Может быть по каким-то другим причинам. Кстати, сейчас же еще и YouTube прикрутили в России, это закрывают. Но важная новость пришла, которая мне кажется очень, тут необходимо просто ее отметить. В Москве решили законопатить последний источник такой неофициальной информации о войне, а именно Z-блогеров. Вот этих военкоров, всем известных, которые катаются по линии фронта, некоторые не катаются, некоторые просто сидят в Москве, а некоторые даже не в Москве, а где-то за границей. И пишут всякие истории в Телеграм о том, как они видят войну, всякие новости пишут о том, что там на войне происходит и так далее. Вот этих всех Z-блогеров и ваттных военкоров взялись за них, короче говоря, собираются им всем заткнуть рты. Источники российских СМИ сейчас говорят сразу о нескольких масштабных проверках, проводимых силовиками в отношении российских военблогеров. Впервые за всю войну обсуждается вопрос о привлечении авторов пророссийских военных телеграм-каналов к ответственности за фейки и за дискредитацию вооруженных сил России. При этом, как утверждается, авторам каналов не помогут, цитата, спешное удаление и исправление постов с критикой военного руководства России, которые иногда выходят за всякие рамки приличий. Оригиналы всех публикаций были своевременно зафиксированы профильными специалистами. Конец цитата. Также пишут, что возможно будет проводиться деанонимизация авторов некоторых телеграм-каналов, которые распространяют провокационные сообщения о ситуации в Курской области, а сами находятся за сотни тысяч километров от линии фронта. То есть решили взяться за вот этих самых певцов войны, за тех людей, кто занимались подстрекательством к этой войне, за ним очень активно ее пропагандировали и так далее. Вот сейчас эти люди, которые вышли из-под контроля, которые говорят, что это же вся публика военкорская, она же ругает сейчас руководство России за то, что с точки зрения вот этих ватников, Путин и его команда недостаточно решительно ведут себя в Курской области, вообще прозревали нападение украинское и как так, и вообще ведут себя как любителя, как непрофессионала, у них не хватает, у правительства России, у руководства России не хватает типа яиц вообще для серьезной войны и так далее. То есть, короче говоря, вот эти все военкоры, они вдруг внезапно стали критиковать российское руководство мощнее, чем какая-то либеральная оппозиция, которая тусит себе в Берлине, сейчас собирает цветы и ходит по кофейням. А вот эти все Z-военкоры, которые были, как бы считалось, что они там лучшие друзья Путина, ее самые верные сторонники, они сейчас изливают яд и говно на президента РФ. Ну и то, что вот я сказал сейчас со ссылкой на российские СМИ, что там собираются проводить, точнее уже начали проводить проверки в отношении этих Z-блогеров, это не просто какие-то анонимные угрозы, это не только источники СМИ сообщают, это уже и в Совете Федерации прямым текстом говорят, что надо сажать Z-блогеров за фейки о боях с вооруженными силами Украины в Курской области. Видите, насколько болезненная тема, если даже вот таких людей, которые вообще-то говорят, полностью поддерживали там Путина и его политику, сейчас собираются сажать. Цитата. Российских блогеров, распространяющих недостоверную информацию о ходе боев с вооруженными силами Украины в приграничных регионах России, необходимо привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявила сенатор Наталья Косихина. Цитата. Сама неоднократно знакомилась с информацией, которую вбрасывали российские блогеры, а потом она опровергалась. Важно, чтобы данная категория граждан понимала и осознавала последствия, которые они могут принести за свои променчивые заявления. Ну, по ее словам, там сейчас за событиями в приграничных регионах РФ следит вся РФ, поэтому особую значимость, как она говорит, приобретают военные блогеры-миллионники и полумиллионники. В некоторых случаях безответственность и авантюрная попытка привлечь подписчиков приводят к росту тревожных настроений, а иногда и откровенной паники, подчеркнул сенатор. То есть, они сейчас видят, что, как я в предыдущих своих роликах говорил, что, понимаете, для Путина очень странная шизофреническая ситуация. С одной стороны, конечно, вот это вторжение на территорию России, которое было жупелом, которое он всегда говорит, мы боимся ради того, чтобы этого не случилось, мы вот делаем все то, что мы делаем. То есть, вот это вторжение натовских сил на территорию России всегда было, как бы, в центре его идеологии, пропаганды и так далее. Вот оно случилось. И идет оно не так, как Путин, как бы, обещал свое. То есть, не наступило какое-то возмездие удара, оно не прекращено в первые же секунды это вторжение. То есть, оно идет себе и идет. И Владимир Путин, понимаешь, он оказался заложником собственной пропаганды. Что он обещал там пресечь, уничтожить и ликвидировать, и получается, что он ничего не может. Поэтому вот это вторжение, нужно его как-то нивелировать, сделать вид, что его, как бы, типа, либо нет, либо оно, ну, такая ерунда какая-то там, на полшишечки просто фигню какую-то украинцы делают. И не стоит на это обращать внимания, вообще туда не смотри. Поэтому началась такая ожесточенная борьба с самими Z-блогерами, военкорами, которые говорят, что это вообще космар, катастрофа на нас напали, а спасайте, помогайте, выручайте, давайте ядерным оружием бомбить и так далее, и так далее. Вот чтобы этого всего не было, им решили заткнуть рты. И, кстати, поводом для этого, смотрите, какая история может случиться, история реально офигенная, на мой взгляд. Несколько дней назад есть такой очень крупный российский военный телеграм-канал, называется «Два майора». Немножко, ладно, не буду на кого, на что напоминает это название, не буду, но какая-то горбатая гора в некотором смысле. Так вот, он написал, что украинская армия прорвала границу РФ на еще одном направлении, там южнее Суджи, и готова уже, идет на Белгород, там готова окружить Белгород. И как эти два майора писали, что это информация из верных, надежных источников, что началось полномасштабное вторжение украинских войск на еще одном важном направлении. К сожалению, это оказалось неправдой. Не было никакого прорыва российской границы на еще одном направлении, мощными силами там нескольких бригад, этого не произошло, это они придумали. Точнее, не придумали, они там перепутали информацию, но зато в Москве среди военных вот этих корреспондентов, среди вот этих писателей, за тусовки, и особенно в российском генштабе, и в Кремле, и в правительстве России, по поводу вот этого сообщения, целое сообщение было вечером, и всю ночь у них там бушевала просто мощная паника. Почему генералы, министры, там Путина, не знаю, требовали от командиров российских войск на местах быстро отчитаться о том, как продвигаются украинские войска, в каком направлении, какими силами, и какие меры принимаются для организации российской обороны, чтобы ликвидировать этот прорыв. То есть треб, звонили на телефонах, сидели, обрывали там, все уже тряслись, думали, капец, сейчас Белгород потеряем, вообще катастрофа назревает. Ну, а поскольку не было никакого не вторжения, никакого там, значит, полномасштабного движения, и российские командиры на местах говорили, что ничего такого нет, все нормально. Но генштаб, пометуя о том, что совсем недавно то же самое говорили из Суджи, что типа там все нормально, ничего не происходит, хотя на самом деле там Суджи была окружена, и уже брали пленных сотнями. В общем, в генштабе российском, в Кремле думали, что местные власти им просто тупо врут, пытаясь прикрыть свою задницу, и что там уже полный разгром, что там началось бегство массовое, и просто там обвал с фронта и катастрофа. Ну, паника начала переходить в истерику в Москве, соответственно, и на проверку информации, то есть выяснить, что же там на самом деле происходит, там на южнее Суджи бросили людей, дополнительно какие-то самолеты-разведчики, дроны запускать стали, туда уже в этом направлении начали разворачивать эшелоны с войсками и так далее, чтобы затыкать новую дыру на границе, в общем, началось просто черт знает что. И вот только к утру потом выяснилось, что вот эти два майора свою аудиторию обманули, и источник их, этих двух майоров, принял проезд двух российских грузовиков с прицепленными сзади к ним там гаубицами за массированное украинское вторжение на широком фронте. О как! То есть, ну, чуток ошиблись, бывает с кем не бывает, это, в общем, история обычная, но майоров этих, у которых, как я напомню, больше миллиона подписчиков, они устроили дичайшую панику, истерику в Москве и в Министерстве обороны и в Кремле. Их, конечно, за это можно поблагодарить, за удачно организованную информационную диверсию, они прям здорово помогли Украине в этом смысле. То есть, они действительно отвлекли очень серьезные силы, время, внимание, ресурсы российского командования, российского руководства на абсолютно негодный объект, и таким образом помогли украинской армии, вооруженным силам Украины, действующим в Курской области. То есть, очень круто. Может быть, я предполагаю, что именно эта история стала последней каплей, после которой Кремль все-таки решил, что сейчас надо заткнуть рты вот этим слишком независимым, самостоятельным военным блогерам, поскольку больно много они себе позволяют, и критикуют власти, и вообще всякое нехорошее. На самом деле, я заметил такую интересную тенденцию, как говорится, святое место пусто не бывает. Помните, там был этот самый Стрелков Гиркин, который постоянно рассказывал всякие ужасные истории, что все плохо, все ужасно и так далее. Его посадили, потом был Пригожина, Пригожина убили. Но всегда, всегда, везде находится какой-то блогер очередной, который начинает ныть и говорит о том, что все плохо, что Россия войну проигрывает и так далее. И вот этого блогера обязательно закрывают. Вот эти два майора, уж насколько они лизали задницу Кремлю, ну и они сейчас могут попасть очень хорошо и на деньги, и может их посадят даже. Я вполне себе допускаю, что по законам, как говорится, военного времени сейчас вот этих российских военных милитари-блогеров либо заткнут, либо заставят писать одну и ту же информацию под копирку из какого-нибудь штаба округа, чтобы никого, как говорится, не тянуло на слишком самостоятельное творчество, которое сейчас явно не по душе российскому руководству, особенно в условиях развития украинского наступления в Кургской области. В общем, явное замешательство сейчас наблюдается среди Z-комьюнити, Z-сообщества. Сами-то они обычно выступают за сильную руку, за жесткие меры, за суровость такую, чтобы всех к стенке, не жалеть никого, предателей, значит, там туда-сюда. Но, как часто бывает, всегда бывает в таких случаях, вот эти все сторонники твердой руки, когда эта рука их начинает самих тянуть за шкирку, к стенке ставить, то у них тут же возникает возражение. Это ему уже почему-то не нравится, сильная рука им уже не вызывает былого, так сказать, пиетета. И даже какие-то законы вспоминают, про правозащитников вспоминают, как Гиркин, там его жена Гиркина говорит, где наши правозащитники? Так, дорогая, ты же сама там требовала их всех перестрелять. В общем, сейчас примерно та же история с этими военблогерами, посмотрим, чем там все закончится. Но, честно вам скажу, я не буду слишком уж сильно жалеть, если всех этих военкоров, Владимир Путин и его администрация с копом их отправят куда-нибудь в сибирскую колонию вместе, шить кальсоны вместе со Стрелковым Гиркиным. Причем, будет смешно, если они все уедут за дискредитацию Министерства обороны, за фейки про Министерство обороны. Вот этот закон, который они сами требовали принять, нужно почаще его использовать. Вот если по этому закону их самих пасать, вот это будет, конечно, весело и смешно.